Музыка Владельцы сгоревших на прошлой неделе в Урдаме катеров заявили о бездействии правоохранительных органов. Напомним, в ночь на 20 марта у переправы через Вычигду в деревне Паламыш в результате поджога были уничтожены два катера буксира, пострадавшие в ходе нападения злоумышленников. Сторож до сих пор находится в больнице. По словам предпринимателей, за последние три года это не первое нападение на имущество бизнесменов, организующих паромную переправу в Урдаме. Так, два года назад неустановленные злоумышленники пытались сначала сжечь, а затем потопить баржу, задействованную в автопассажирских перевозках. Кроме того, был случай ночного поджога катера буксира вместе с командой внутри. Капитан судна тогда получил серьезные ожоги. Которые мы в этом регионе тоже старались развивать. Туризм стараемся развить, привлечь гостей, чтобы к нам приезжали. Был построен гостевой дом в деревне, 20 километров до мы. То есть стоимость дома 10 миллионов рублей. Его сожгли дотла. Наша телекомпания готовит официальный запрос в правоохранительные органы о сложившейся в Урдаме ситуации. В Архангельской области подвели итоги операции «Трезвый водитель». Сотрудники ГИБДД проверили около 9 тысяч автомобилей и выявили 1447 нарушений правил дорожного движения. При этом 39 водителей задержаны. Возбуждено 42 дела об административных правонарушениях. Два рулевых за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечены к уголовной ответственности. Сегодня день войск Национальной гвардии. Указ о создании нового ведомства в апреле прошлого года подписал президент Владимир Путин. В нашем регионе в состав войск Национальной гвардии входят подразделения вне ведомственной охраны, лицензионной разрешительной системы и спецподразделения ОМОН и СОБР. За 2016 год архангельскими нацгвардейцами раскрыто свыше 200 преступлений. Задержано почти 900 человек, а за административные правонарушения около 30 тысяч. Жители Архангельска, готовясь к арктическому форуму, вышли на субботник. Работы развернулись у стен морского музея на площади перед драмтеатром, а также в Петровском сквере. Прибрать город после зимы приходили целыми семьями. Впереди двухмесячник по благоустройству города. В порядок будут переводиться зеленые насаждения, парки и скверы. Должный вид приобретут фасады зданий и тротуары. Хочется жить в чистоте. Вот даже простой пример. В прошлом году мы у себя дома подъезд перемонтировали, плиткой выложили. Очень красиво стало, приятно домой возвращаться. И вообще хочется, чтобы было. Было вообще приятно. Приятно ходить по улицам, приятно смотреть, приятно гулять. На стадионе «Труд» в Архангельске состоялся турнир по хоккею с мячом на валенках. Он вошел в программу зимних арктических игр. Награды разыграли семь команд. Среди участников как любители, так и профессионалы, воспитанники водника. По итогам определились две лучшие дружины – «Искра» и «Торнадо». Они искрестят клюшки в суперфинале, который пройдет 29 марта. Тогда же состоится и товарищеский матч между командой Архангельской области и сборной Международного арктического форума. Усложнение, конечно, на валенках. Здесь нет наката, как на коньках. Снег, как видите, очень рыхлый. И тяжело бегать 20 минут. Особенно, если триггеры подряд поставить, считайте, целый час бегать. Выдыхаешься быстро. Ну, нам привычно. Мы привыкли спортсмены. 1 апреля в Архангельске состоится уникальное шоу. Его участники – люди, зеркально похожие друг на друга. Шоу «Близнецов» проходит в нашем городе уже четвертый раз. В этом году заявилось 40 пар. Самым маленьким всего 7 месяцев. Их выступление можно будет увидеть 1 апреля в 16 часов в культурном центре «Соломбола Арт». На сцене будет происходить некое шоу, некое действие. Будут выступать пары «Близнецов» как отдельно с концертными номерами, а так и в этом году мы попробовали уже настоящий сводный хор из пар «Близнецов». Я думаю, что такого в России еще не существует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова